Потом раздоровится след за одним видосом идет другой, разъяснительный, о заблуждениях. Вот Лариса Лара написала, это как раз была информационная беседа, где спрашивали, там по-моему Сузанна, о том, что на 20-х сутках начинает тошнить. Я очень много рассказывал, что надо сделать для того, чтобы выйти из этого состояния. Ну вот, Лариса дала свой комментарий. Можно растворить и чайную ложку меда в воде кипяченой при тошноте, в голодании. Значит, и выпить. Вот смотрите. К чему приводит подобная рекомендация? Дело в том, что как раз на 20-е сутки организм уже очень хорошо вошел в процесс голодания. Развернулись, вы можете почитать у меня, а я в свою очередь взял информацию о механизмах голодания у исследователей, которые старались досконально для себя изучить и понять этот вопрос, что же происходит на голоде, почему человек голодает, и вот допустим он там излечивается, и живет, и за счет чего живет, какие органы какую массу теряют, как идет там оздоровление, лечение и так далее, и так далее. Описано, если вам интересно. Так вот, механизмы, кратко повторю, так как я более-менее знаком с голодом. Что такое голодание? Голодание это процесс, когда у вас питание сворачивается, то есть исчезает с уровня рта, с уровня желудка, с уровня кишечника, даже с уровня крови и печени, основные органы, где совершается пищеварение, оно уходит в клетки. То есть первоначально мы с вами представляли клетку, одну клетку, потом клетка начала делиться, и вот эти клетки питаются, несмотря на то, что есть голод, нету голода, они питаются за счет своих там внутренних резервов, за счет более экономичного и так далее. То есть вот этот вот механизм пищеварения отключен. И если мы вот это вот добавляем, мы его должны включить. А раз мы его, зачем мы его отключали? Мы отключали его для того, чтобы вот это внутриклеточное пищеварение начало работать на полную мощь, и там, грубо говоря, клетки начали сами себя чинить и так далее, и так далее. И организм в целом начал себя чинить, излечивать и так далее. Если мы с вами принимаем медовую воду, тем самым мы попытаемся, попытаемся запустить механизм пищеварения с ротовой полости, с желудка, с кишечника, чтобы она все это попала в кровь, прошло там через печень и далее понеслось там в клетках. То есть видите, какую цепочку? Она отключена. И это может даже явиться для нас чужеродным. Вот смотрите, если до четырех дней голодания, вот до четырех дней у нас как раз вот эти механизмы только разворачиваются, пищеварение только уходит, оно еще не ушло. Вот тут, грубо говоря, можно там. Ничего там особо страшного нету, хотя, если вы хотите голодать и получать полноценные результаты, забудьте о маковые рассинки, чтобы у вас там что-то во рту было, или капелька там меда, или еще чего-нибудь было. И вообще даже лучше всего с продуктами не контактировать и запахи эти не ощущать. Вот тогда голодание пойдет так, как надо. Поэтому эта рекомендация может просто-напросто сорвать вот тот процесс. Я подробно рассказывал, что организм как раз за 20 дней подходит к таким глубинам, где имеется вот эта вся эта болезнетворность, то есть корни. И как раз вот Сюзанна спрашивала, почему вот после 20 дня, тем более у нее оказывается перегиб желчного там пузыря. Вот для того, чтобы все это распрямилось, для того, чтобы это все восстановилось. Организм просит, просит очищение еще, вот нормально, они проходят у него, грубо говоря, через низ, через толстый кишечник, а просит его, чтобы через рвоту это еще прошло. То есть рвота это своеобразная еще энергия, которая идет вверх, если что-то перекручено, она может восстанавливать все эти перекруты вплоть до нормального состояния, ну и прочее, прочее. Значит, как вот эту рвоту вызвать безболезненно, для того, чтобы все это прошло? То есть это, будем так говорить, когда есть ненормальность в организме, вот подобные реакции для него являются нормальностями, для того, чтобы за счет вот этих вот реакций ненормальных вернуть организм и поставить его в правильное состояние, в правильное положение. Поэтому доверяйтесь вот матушке природы. И в некоторых случаях вам придется потерпеть, осознанно потерпеть, осознанно пойти, допустим, вот на вот эту рвоту, как я рассказывал. Там, посмотрите, я очень много там рассказывал. Для того, чтобы все это облегчить, сделать побыстрее. Но ни в коем случае не вот такие. Что-то съесть, что-то съесть, это все, понимаете, это... Я бы не сказал, что это там как-то там полностью сорвет этот процесс. Но тем не менее, тем не менее, это не та рекомендация, которая дается на 20-суточном голоде. Я надеюсь, я вам рассказал, разъяснил, что такое голодание, что такое, значит, клеточное, будем говорить, пищеварение спустилось на уровень клетки. И что такое опять его запускать через рот, через кишечник, через кровь. Так что будьте осмотрительны, узнайте, действительно там спросите, почитайте, чтобы вы понимали, что вы делаете, что с вами происходит, и как вам можно помочь, и какими средствами. Вот это очень важно. Продолжение следует...